В Самарской области для жителей Шигонского района открыли съезд с обхода Тольятти. Об этом сообщил в Рио председателя регионального правительства Михаил Смирнов. Он отметил, что для грузовых машин проезд на местные дороги запрещен, поэтому фуры должны двигаться только по самой автомагистрали. Позже установят оборудование, фиксирующее проезд на новом съезде, чтобы применять индивидуальные тарифы. Сейчас плата за проезд взимается на пунктах на самой дороге. В Самарскую область прибыл министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фольков. Он побывал в центре серийного производства Самарского государственного медицинского университета. Ректор заведения Александр Колсанов продемонстрировал созданные эндопротезы из керамики и титана. Во всех школах региона сегодня звучат первые звонки. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев осмотрел школу 68, побывал на первом уроке у первоклассников, а также дал торжественный старт марафону открытий. В режиме ВКС к марафону подключили школы и образовательные центры региона, где в этом году открыли свою работу новые классы, оснащенные по передовым технологиям и оборудованные в рамках нацпроектов образования и беспилотные авиационные системы. В школе номер 163, куда приехала поздравить учеников глава Самары Елена Лапушкина, дали первый звонок. Напомним, сегодня на территории Самары действует запрет на продажу алкоголя. Это связано с празднованием Дня знаний. Соответствующий документ опубликовали на сайте регионального правительства. Ограничение на продажу действует с 8 утра до 11 вечера. Однако указанный запрет не распространяется на заведении общественного питания. Полузащитника «Акрона» Арсения Дмитриева вызвали в юношескую сборную. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. 17-летнего футболиста впервые пригласили в команду У-17. Он отправился в Москву на учебно-тренировочные сборы до 9 сентября. Матч крылья Совета в «Динамо» Махачкала завершен со счетом 0-1. Во втором тайме гости из Дагестана грамотно выставили автобус и не дали волжанам шансов на то, чтобы изменить счетное табло. Когда уже и глухая оборона не помогала, в дело вступал каркас ворот, который защищал молодой голкипер Белоголубых Давид Волк.